Между прочим, чтобы еще раз, как говорится, закрепить в подсознании образ инструменталиста Евгения Николаевича Быкова, сейчас он продемонстрирует вам, мы не с пустыми руками, мешок, скотом, да, рекс-пекс, ай, вознесись, вознесись. Это сушеная гитара, используется чисто в мирных целях, чуть присолить, потрусить гитара. Называется, называется она гортанным гавайским словом укулеле. Евгений Николаевич Быков, коренной гавайец, я вам скажу. Вы знаете, как раз в городе Курган есть район, Гавайка называется. Вот он там прожил, гавайцы, гавайки, гайки, болты, они тырили с Курганского тракторного завода. Вот, и он там освоил, и до сих пор осваивает тяжелый, я вам скажу, стиль игры на этой четырехструнной, четырехструнной инструменте, агрегат. Четыре-четыре. Четыре-четыре. Одна явно лишняя, я вам доложу, но Евгений Николаевич умеет играть на этом инструменте. И вы знаете, он достиг таких высот, что когда среди Олеговны Чебоксаровой они выступают, она выходит, такая маленькая женщина, хрупкая с башкой, ой, гитара. И рядом стоит такой, встань, Николаевич, чтобы посмотрели, как смотрится на тебе это. Нормально, да? На самом деле, это будущее авторской песни, понимаете? Я все время думаю, как бы сконструировать надувную гитару. Надул струну, натянул, сыграл, и сдул, да? А это в карман сунул. А ну-ка, а ну как прокол выйдет, Лёня, какой-нибудь. Какой прокол, да ладно? С этой-то. И вот все такие, понимаете, бас-балалайка, представляете, там дуру такую таскать. Контрабас, отдельный билет в самолет, когда мы летали с песнями нашего века в Америку, контрабасу отдельное место покупали. Золотой контрабас получается, понимаете? А еще и место в гостинице отдельно. А тут взял, в карман сонул, и все. И вы знаете, вот в чем, Леонид Александрович, правда, потому что это очень-очень удобно. Я вообще полюбил всякие маленькие, такие изящные вещи, с ними жить как-то проще. И вот нынче весной из Израиля мы возвращались, когда. Страна маленькая. Да, а возвращались мы в начале мая месяца, вот, это как раз 2 мая мы возвращались, в мой день рождения. И у нас осталось ровно 38 шекелей, чтобы отпраздновать все радостные события. Мы в тамошнем кошерном Макдональдсе это, в общем-то, и сделали. И, ну, какие-то мы такие были радостные. Вообще, брайское место в мае в Израиле. И таможня, вот она, она решила, видимо, докопаться до причины нашей радости. И нас начали так прощупывать очень детально. Этот инструмент маленький, его быстро там какой-то в ящичек засунули и вернули нам его. А вот этими двумя, в общем-то, онились уже довольно серьезно. И я взял его, думаю, надо скоротать время и начал наигрывать вот эту мелодию. В аэропорту Бен-Гурион звучало примерно так же, большое же здание. И очень пронзительно. Арабы затихли. Чего я не думаю. И подходит ко мне дедушка такой ветеранского возраста и говорит, что, сынок, по родине тоскуешь. Ну, а сейчас мы, мы можем... А сейчас мы кинемся в другую географическую крайность. В свое время, на куске земли под названием Венесуэла, родилось несколько вариантов того, что вы сейчас услышите. Венесуэльский вальс, он известен в классическом исполнении классичнейших из музыкантов в авторской песне, по-моему. Несколько человек только его играет там. Тима Ведерников, да, играет. Все играют, он хороший такой. Ну ладно, все, все играть не умеют. По вальсам можно перечислить, кто умеет. Что-то, как Градницкий играет венесуэльский вальс. Нормально, да? Он его поет. Он его поет. Хотел бы я послушать, как Александр Алексеевич поет в венесуэльский вальс. Приходите к нам на концерт. Сначала надо слова сочинить. Сначала сочинием. Короче, сейчас вы услышите, как я играю в венесуэльский вальс. А Евгений Николаевич Быков аккомпанирует. Ставцы, да, правда. Ой-ой-ой. Такая честь. Просто он засиделся. У нас как перерыв. Заходим за кулисы, я сразу сажусь, а он начинает ходить нервно. Работа у меня сидячая. Ну, еще так. Ну, и начнем. Подожди, произведение классическое, я должен настроиться. Эту медальку хочешь тебе дать? Ты, пожалуй, один раз уже сломал ее. Я сломал? Я больше не дам. 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 Запоздали вы с реакцией? Я думал, повал, повал. Николай Ильич, ну давай тогда и... Ну, да, 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 ну там это там... Ещё быстрее? Да. Давай, кто быстрее? Только ты не мешай мне сейчас. А я попробую. Он быстрее. Мы работаем, на самом деле, над популяризацией этого инструмента. Мы разучиваем некоторые вещи, да. Евгений Николаевич перекладывает для мандолины, это, извините, укулеле с мандолиной, вальс Чардаш Мунти, который мы обычно исполняем на двух гитарах. Поднимите руку, кто не слышал Чардаш Мунти. Так, вон отсюда. А то сейчас, да. Вон отсюда. Сейчас, да. Продолжение следует...